Самым страшным воспоминанием о войне Адам Алексеевич считает гибель полесских деревень. Фашисты жестоко расправлялись с населением в ответ на ощутимый урон, наносимый партизанским движением. Чтобы спасти местные жители от концлагерей и угона в Германию, партизаны предупреждали их о готовившихся карательных операциях. Но не все сельчане покидали свои дома, и тогда начинался настоящий ад. И они деревню окружали год, из деревни никого не упускали, и кто в деревне был, значит, ни одной человек живой не выходит. У Домановича в школу десятилетка была, вот согнали туда, больше 200 человек, и их там убили и сожгли. Писаревич и Заброди, его родную деревню Рок, немцы тоже сожгли до тла. А жить приходилось в землянках. Но не просто жить, а еще нещадно мстить врагу за каждого убитого земляка. В 43-м, самом горячем и переломном году, 18-летний парень оказался в местном партизанском отряде имени Петренко. Стоял в тазоре, ходил в разведку, участвовал в масштабной операции под названием «Рельсовая война». Мне пришлось уже участвовать вместе с партизанами общими, бригадной отряда имени Гуляева. И сказали, куда в 43-м году Курская дуга начиналась, и было дано указание, чтобы подорвать все рельсы, чтобы подбузки немецкой не было. Десятки вражеских эшелонов было пущено под откос. Взорвано около 210 тысяч рельсов. Но случались и провалы, вспоминает ветеран об одном из заданий, выполнить которое удалось лишь со второй попытки. Мы уже на вторую ночь пошли, подходили к дороге, где-то метров 300-400, и уже когда начинает темнеть, и уже задание каждой группе давалось. Нам удалось всем эту дорогу срывать. Все свободны, и ни одного выстрела не было, ничего. В партизанском прошлом Адаму Алексеевичу было немало случаев, которые грозили ему неминуемой гибелью. Например, когда он вместе со своим другом раскрыли немецкую засаду, готованную для партизан. На дороге, по которой отступал враг, они обнаружили телефонный провод. Перерезали эту проволоку, по метров 10, повесили через плечо, ну и пошли. Этот пузейш пошел по правой стороне, я пошел по левой стороне. Вот. И не доходим метров 100, и вдруг немец. Дорогу мы перебегли, у сосняк, вот и они давай по нам уже стрелять. А потом был фронт. В составе воздушно-десантной бригады Адам Ильющиц освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, был тяжело ранен. Дорога домой растянулась на долгие пять лет, но так радостно было вновь вернуться к крестьянскому труду. 21 год Адам Алексеевич заведовал молочно-товарной фермой в родном совхозе. В его руках спорилось любое дело, да и шестеро детей выросли под стать трудолюбивым отцу с матерью. Сегодня в его большой семье 11 внуков и 13 правнуков. За их судьбу Адам Алексеевич спокоен, ведь он хорошо знает, что в этой жизни нужно ценить больше всего на свете. Ну, конечно, чтобы не было войны, чтобы, слава Богу, чтобы трудились как сами своим трудом, и чтобы никто нам не мешал.